Готовятся несмотря ни на что. Меньше месяца осталось до проведения всероссийского праздника Сабантуи. В этом году, напомню, его принимает Нижневартовск. Состояться он должен в июне, но в каком формате не ясно до сих пор. Разрешение на проведение массовых гуляний Распотребнадзор Югры пока не дал. При этом эпидситуация в регионе относительно стабильна. На протяжении двух месяцев количество новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекции ежедневно не превышает 70. Онлайн или офлайн. Нижневартовск готов к любому повороту событий и праздник состоится. Подробности знает Кирилл Волконский. Отпарить, погладить, если потребуется, подшить. В Костюмерной Центре национальных культур распаковывают новые наряды для артистов и представителей татарской общины. Работы хватает. Нужно привести в порядок сотни единиц яркого реквизита. Да, это у нас идет до последнего дня, как говорится, до начала мероприятия. Постоянно мы в какой-то работе. У нас все что-то есть. Потому что постоянно что-то новое нужно делать. Ну и конечно, репетиции. Волнений, признают артисты, хватает и на родной сцене. Что уж говорить о предстоящем большом выступлении. На время всероссийского Сабантуя в Нижневартовске на набережной появятся целых три национальные деревни. Одна русская, вторая поселение народа Ханты и третью привезут гости фестиваля. Это настоящая татарская деревня. Располагаться она будет возле Центра адаптивного спорта Югры. О том, насколько сегодня Нижневартовск сам готов к празднованию Сабантуя, поговорим с директором Департамента по социальной политике Нижневартовска Ириной Великовской. Ирина Олеговна, насколько сегодня действительно мы готовы принять гостей, тем более такую делегацию масштабную? Добрый день, Кирилл. Город Нижневартовск абсолютно готов к приему делегаций, гостей, всех приезжающих, творческих коллективов. То есть мы абсолютно готовы и организационно, и технически. Единственное, что решение о проведении Сабантуя в очном формате, либо в онлайн формате, будет приниматься оргкомитетом на основании рекомендаций, которые будут предоставлены Роспотребнадзором. Тем не менее, стороны Югра и Татарстан готовятся к массовым гуляниям. Состоялись десятки встреч. Организаторы обсудили возможные сценарии, в том числе и уход в онлайн формат. Тем не менее, по плану главные праздничные мероприятия должны пройти на набережной Аби. Радовать гостей праздника со всей России будут несколько тысяч артистов со всех уголков страны. Название проекта «Самотлор собирает друзей». В рамках этого проекта мы проводим мастер-классы по хореографии, народному вокалу, инструментам и рукоделию. Немаловажный вопрос – безопасность. Вдоль набережной установили дополнительные камеры видеонаблюдения. Смонтировали звуковую систему оповещения населения на случай ЧП. При сработке ЕДДС-диспетчеры видят, и УВД точно так же видят, что данная система сработана и запущена. То есть, соответственно, есть возможность спецслужбам среагировать, вовремя приехать на данный объект, а нам всем с вами вовремя среагировать и эвакуироваться с этой площади. Готовы к празднику транспортная и гостиничная инфраструктура. Номера для делегатов и творческих коллективов забронированы. Кирилл Волконский, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.